Кроме всего прочего, хотел продолжить тематику по преступлениям, правонарушениям в социальных сетях. Наступила осень, цепят по осени, считают, как говорится. У нас наступило, как уже было сегодня сказано, осеннее обострение со стороны правоохранительных органов, в частности, это Следственного комитета и Центра по противодействию с экстремизмом. Те дела, которые в этом месяце, а их было административных дел у нас 7, в отношении нашего народа возбуждены, было проведено 5 обысков в этом месяце в домах крымских татар, были привлечены к ответственности, значит, к штрафам в размере 2000 рублей, и в этом месяце наш народ отсидел 27 суток. Вот почему говорю наш народ? Потому что то, что касается отдельного человека, это не его личная проблема. И как мы видим из тех дел, из тех обвинений, которые есть, это не обвиняет какого-то отдельно взятого человека. Берут человека, однако посыл идет всем. Этому подтверждение форма проведения задержания. То есть, когда человека в Старом Крыму, очень яркий пример был, когда в дом семьи Куламетов пришли с обыском, в конечном итоге оштрафовали на 1000 рублей, однако была проведена спецоперация в рамках голливудских фильмов, со всеми там задержаниями красивыми, вооруженными людьми в масках, автозаками и так далее. То есть, такая ситуация, конечно, говорит о том, что никто, как говорится, с преступностью не борется, а здесь некая иная цель. Как я понимаю, это цель оказать давление на народ, для того, чтобы люди занимались самоцензурой, люди сто раз взвешивали, прежде чем начинали высказываться, в том числе в социальных сетях, люди тысячу раз взвешивали, прежде чем прийти к своему соседу, когда к нему приходят незваные гости и так далее. То есть, нас приучают к тому, что не надо, не лезь, это не твое, не обращай внимания, тебя же не коснулось, сиди дома. Однако, за 4 года, хамдуля, происходит прямо наоборот, и я это увязываю, то, что наш народ уже на протяжении многих лет, к сожалению, сталкивается с тем, что ему всегда нужно за что-то бороться. И у народа на ментальном уровне выработался определенный механизм, метод ведения той борьбы. И, к счастью, он заключается исключительно в мирных, не физических действиях, мирных протестах против того, против тех репрессий, которым подвергаются представители этого народа. Со своей стороны, хочу обратить внимание на примечательный факт. Как раз в сентябре, в середине месяца, в Варшаве проходило заседание ОБСЕ, и на фоне этого в Крыму проходили обыск. И, как стало известно со средств массовой информации, некоторые делегаты говорили о том, что в Крыму все хорошо, все цветет и пахнет, строятся мечети, школы и так далее. Вот. И когда ты в этот момент едешь на обыск, очередной обыск крымскому татариному мусульманину, немножко эта ситуация, эти оценки, как минимум, вызывают сомнение. Поэтому я призываю всех, все-таки, когда мы даем оценки от той или иной ситуации, все-таки подходить более объективно, для того, чтобы у людей, которые так или иначе интересуются этой ситуацией, складывалась правильная оценка, то, что здесь происходит. На сегодняшний день, я думаю, всем стало понятно, что это не касается какой-то отдельной группы лиц или представителей отдельных нашего народа. То есть дело по Феодосии, по врачу, Тиминдаров, если не ошибаюсь, фамилия, она показала, и он, в принципе, это высказал, что не думайте, что кто-то у нас есть неприкосновенный, у нас таких нет. То есть Рисуля, Гави, Лиляфи и так далее. То есть куча людей, которые, в принципе, были достаточно известными, достаточно влиятельными, люди, которые имели достаточно много связей, на разных уровнях, однако это не остановило никого, когда появилась политическая воля, чтобы этих людей в том или ином соусе привлечь или оказать на них давление. В заключении хотел бы сказать, что мы не питаем иллюзией, что в ближайшее время эта практика каким-то образом изменится. Мы, конечно, этого хотим, и мы призываем все-таки к здравому смыслу, однако понимаем, что маловероятно, что что-то изменится. И мы понимаем, что, возможно, кто-то из нас в следующем месяце уже здесь не будет сидеть, будет сидеть там в местах не столь отдаленных, как говорится. Но это все не останавливает нас от того, чтобы прилагать те усилия, которые к нам, как говорится, мы можем по силам в той борьбе, которую наш народ уже ведет много лет. Наши предки в свое время не остановились, и это их не испугало. Я думаю, и нас это не остановит и не испугает.